Ну, а на обсуждали депутаты на этой неделе не так уж и много. По крайней мере, главные вопросы, которые не уходят из топ-новостей уже полгода, так и остались не просто нерешенными, но даже и согласованных законопроектов до сих пор у депутатов нет. Кстати, об этом сегодня напомнили и в МВФ. Миссия фонда завершила 10-дневную работу в Украине. Новый транш от МВФ получим только после того, как в парламенте поддержат законопроекты, здесь я процитирую, касающиеся пенсионной, земельной реформ, оживления приватизации и обеспечения конкретных результатов антикоррупционных усилий. При этом рабочих дней у депутатов осталось всего лишь 12. Потом начнутся летние каникулы. Что может успеть Верховная Рада за это время? И исчерпаны ли уже все пиарные хотелки народных избранников? Вас сняла моя коллега Екатерина Лысенко. Верховная Рада Народный фронт законопроект взяли, обсуждали и провели час. В результате решили, 75% телепродукта должно быть на украинском. Впрочем, в заключении Совета Европы эксперты указывают, что ни одна страна-член ЕС не имеет такой высокой квоты для отечественной аудиовизуальной продукции. Возможно, именно поэтому, побоявшись негативной реакции, свой законопроект с европейцами фронтовики обсуждать не стали. Не хотелось бы, чтобы разом с этим законом была, так би мовити, перегнута палка, чтобы, когда показывают какой-то фильм, в котором есть несколько слов, или какой-то монолог на российском языке, чтобы он не воспринимался, как фильм, который не можно показывать. Будет спостерегать Нацрада, будут выданы соответствующие поднормативные документы. Это уже направлено. Я думаю, такие документы уже направлены после того, как мы голосовали про соответствующие квотирование украинского контента на ФМ и на радио. И проблем с этим не будет. По сути, мы считаем, что термин, который предназначен законом на его запроведение, 4 месяца, недостаточно, чтобы все телекомпании подготовились. Если большинство больших каналов еще способны это сделать в этот термин, то много региональных каналов просто не способны за этот час подготовить и иметь в достатной количестве качественного украиномовного материала. Для Народного фонда принятие закона стало одним из главных достижений. Спикер Порубий даже устроил церемонию подписания в зале. Я невыскладно подписываю закон. Я была той человек, которая готовила этот законопроект вместе с комитетом до второго читания. И у нас действительно была шляхетная мета, чтобы больше было украинномовного продукта в украинском телепросторе. Но то, что началось после принятия этого законопроекта, иначе, как пляска на костях, не можно назвать. И мне кажется, что сейчас этот закон пытаются использовать с метою политической расправы с одним из телеканалов, а точнее с телеканалом Интер, потому что каждого дня с парламентской трибуны я чую, как представители Народного фронта и фракции Олега Ляшка поплюжат телеканал Интер. Собственно, кроме квотного документа и отчета генпрокурора, который для нардепов стал событием, рады и похвастать нечем. Цего тижня парламент принял 8 законопроектов, практически все не идеологичные. Практически никакого нет законопроекта, который направил на социальную поддержку населения. Поэтому мы считаем, что парламент снова имитировал бурную трудовую деятельность. Что не удалось сделать и чем мы сейчас занимаемся, это реализация медической реформы и пенсионной. По пенсионной мы еще далеко от понимания идеальной модели. То по медичной мы сейчас в очень актуальном состоянии. Я очень надеюсь, что на этой сессии, до летних каникул, мы приймем медичную реформу. Если в стенах парламента жизнь не бурлила, то за их пределами одной из главных тем для обсуждения стала отставка министра аграрной политики. Это напередуне земельной реформы. И я так понимаю, что Тарас пішел сам через незгоду с какими-то певными кроками. В БПП это квота ударов, но ударов нет, скорее всего, такого фаховца ревня Кутового, который бы был знаком с проблемами сельского хозяйства. Как они будут решить это вопрос? Это непросто. Поэтому я думаю, что очень скоро замены министра не будет. Ведь брать на себя ответственность за земельную реформу готов далеко не каждый. Если в продолжении года-два это приведет к серьезных негативных последствий, это будет основной причиной отставки уряда. Поэтому нужно очень выраженно подходить. Если они начнут процедуру продажи сельского хозяйства земли или через Конституционный суд, или через парламент, мы вместе с Украинской ассоциацией фермеров людей будем поднимать. Не можно этого допустить. О том, кем могут заменить министра, вслух не говорят. И даже если претендента найдут, Кабмину предстоит найти 226 за утверждение. А с этим вечная проблема. А на самом деле, страна ВО. Мы как раз говорим сейчас про ВО, министра аграрного, ВО, министра охраны здоровья. Давайте дальше по ВО. Рахунковая палата, ВО. Фонд Держмейна, ВО. Глава Нацбанка, ВО. Я так понимаю, что выходной должен иметь ВО. ВО – это те важные, которые позволяют натиснуть, которые позволяют независимости И если тему министров пока не обсуждают, Другие кадровые назначения на слуху. Кандидатуру самоотверженного защитника прав удали не только фронтовики, свои претенденты и у Блока Порошенко, и у радикалов. Батьковщина и самопомощь зликалися в ответственности за будущую Украину. Как страус голову в песок. И вы решили пребывать в оппозиции. Там сегодня более тепло и комфортно. Сегодня посада омбудсмена стала политично-разминной. Когда будут рассматривать омбудсмены, я думаю, что в тот же день будут рассматривать склад ЦВК, склад Рахунковой палаты. Чтобы все поделить сразу, в одном пакете. Так нас принято. Кандидат на должность омбудсмена от фронтовиков Людмила Денисова заявила, что согласилась на должность не так уж и давно. Несколько недель назад. Первый был Леонид Емец. У него женщина из Крыма. Он спросил меня, не хочешь ли ты? Не можешь ли ты? Не думала ли ты про это? И я начала думать про это. Самое решение уже остаточное, и я приняла в квитне. Конечно, это очень непросто, потому что все те, кто понимает ответственность этой посады, насколько эта посада ответственна ныне в Украине, оскільки происходит война, агрессия, а именно омбудсмен придет много внимания к вопросам внутренне перемещенных людей, особи без гражданства, военные, пораненые, атошники, те, кто имеет УБД, вопросы детей, вопросы граждане, которые живут на оккупированной территории, заручники, которых утримают в Орбло, Российская Федерация. Ну, это тоже ведь победа на посаду. Вопрос омбудсмена, скорее всего, внесут в зал 6 июня, сразу после недельного перерыва, на который ушли нардепы. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Максим Чеплин, Вадим Сверидонов. Подробности недели. Телеканал Интер.